ну вот когда возникает фактор хорошего-плохого сразу задаюсь такой вопрос о суде кто? что такое хорошее? что такое плохое? ведь очень часто то что тебе раньше казалось плохим оно оказывается хорошим бывает наоборот это хорошее оказывается плохим какая-то вкусная еда или еще что-то да то есть вроде она хорошая но по факту она оказывается плохим а скажем так как ну если взять отказ от еды там или прорубь которые тебе кажется что это ужасно это что-то такое дикое плохое страшное на самом деле дает тебе очень много хорошего и вот вроде ты являешься ответственным но хорошо это или плохо надо с этим разбираться но опять-таки ты не можешь по факту сейчас сказать что такое хорошо что такое плохо и вот как раз хорошо и плохо это оценки как раз в состоянии медитации я вас все время туда направляю чтобы исчезали оценки чтобы не было предпочтений как возникают оценки предпочтений вы за них цепляетесь что-то начинает формироваться потом то что сформировалось как карточный домик у вас что-то перещокнуло файлы поменялись программа сбилась все это рухнуло у вас о какое-то сожалению домик неправильно построили давай строить новый опять что-то не то получается в моем понимании в этой жизни вообще плохого ничего нету и более того что есть чем хуже тем лучше кстати был такой фильм фильм Айболит 66 может кто не помнит с Ированом Быковым и там вот шел доктор я тут недавно как смотрел и когда услышал это то есть мне так и там доктор с обезьянами идут что-то у них там случилось и они поют песню это очень хорошо что пока нам плохо вот это да туда как раз ведь опять когда появляется плохое с ним надо что-то делать да и ты начинаешь трансформироваться меняться и как-то пытаться избежать этого плохого и избегая или убирая это плохое вот ты попадаешь в какое-то хорошее состояние и что интересно что хорошего понятия даже хорошего не может быть без плохого как и плохого не может быть без понятия хорошего то есть это две противоположности это просто дуальность этого мира когда ты попадаешь вот в такой некий центр нет ни плохого ни хорошего то есть хорошее как ну подарок там презент премия а плохое это как работа которую ты ведешь внутреннюю поиск или еще что-то вот сидеть в дзене в медитации хорошо это или плохо, ой тут болит, здесь болит, ну его нафиг ноги сбегают все опасно, потому что жизнь мы еще с вами… я хоть вам даю возможность как-то подвигаться, как-то развлекая вас а вот угоинки там когда сидят все, то есть задание дали, чем ты там занимаешься неважно и вот там сидят все неподвижности а горохом их там как накормят, там такие бурления в животе вот сидят там друг друга и слушают, и нюхают, и деваться некуда тоже это хорошо или плохо, но потом все возвращаются, потому что вроде было хреново, но оно как-то дало что-то очень много хорошего это даже йога, то есть человек приходит, ой блин здесь больно, там больно, да чтоб я там это вообще но потом ты формируешься, у тебя тело отстраивается, сознание, но если это не просто йога как фитнес а если еще и преподаются грамотным преподавателем, начинается с соснов, не сразу с асаны, сначала яма не яма идет то есть правила установки некоторые то есть ты меняешься, ты уже как-то получаешь какие-то бонусы хотя поначалу это плохо, у всех все болит, колени вот с теми же коленями, у меня раньше, поскольку я ремонтом занимался, колени были жутко застуженные я вот с согнутыми коленями больше пяти минут вообще не мог сидеть у меня сразу жуткие боли были, мне надо было ногу распрямлять я вот сначала как раз сидел на таких скамеечках и даже на скамеечке, я там 10-15 минут сидел, мне надо было ногу выпрямлять одну, потом другую, и конечно это очень сильно отвлекало от медитации потом как-то ноги отстроились уже так, мог просидеть подольше но когда я слез с этой скамеечки я получил обалденный бонус, потому что энергия совершенно по-другому работает одно дело когда ты сидишь так, другое когда замыкаются некие энергетические кольца почему даже советую язык замыкать наверх